За что, как и сколько платить в связи с изменениями налогового законодательства? Что нового будет в кодексе в 2016 году? Ответы на эти вопросы предприниматели смогли получить на встрече бизнес-сообщества с руководителем налоговой службы Чувашия. Более 50 предпринимателей из районов и городов Чувашия приехали в Чебоксары, чтобы пообщаться с руководством налоговой службы республики. В рамках проекта «Бизнес и власть. Открытый диалог» по инициативе уполномоченного по правам предпринимателей региона бизнесмены уже встретились с главами администрации столицы и города-спутника. Для владельцев малого и среднего бизнеса, которые не могут себе позволить обращаться к юристу по каждому вопросу, подобные встречи – возможность получить консультацию из первых уст. Предприниматели на сегодняшний день в основном они честные, порядочные, но ошибку совершают много из-за незнакомых, потому что два юриста – три меня нет, а третий – правильный. Я на таких мероприятиях стараюсь постоянно участвовать. Эти, конечно, дают очень плодородные результаты. Налоговая служба республики подобную инициативу бизнесменов поддерживает. Непосредственные встречи с налогоплательщиками оказывают большое влияние на работу исполнительного органа власти. Мы всегда готовы к конструктивному диалогу с нашим бизнес-сообществом, для того, чтобы, во-первых, и выслушать какие-то отрицательные моменты, для того, чтобы улучшить нашу работу, работу налоговых органов по обслуживанию наших налогоплательщиков, по качеству предоставляемых услуг. Поэтому, я думаю, здесь полезная встреча была с обоих сторон, как и для нас, налоговых органов, так и для наших налогоплательщиков. Мы постарались ответить максимально на все заданные вопросы. За два часа общения удалось обсудить вопросы взаимодействия между предпринимателями и налоговой службой, а также поговорить на тему изменений, которые ожидаются в 2016 году. Екатерина Куприна, Игорь Зверев, Республика.